Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Собственно, как и всегда, в 9.30 по московскому времени мы с вами разбираем события минувшего торгового дня, смотрим на те отчеты, которые грядут. Мы, собственно, их можем вытащить из повестки экономического календаря. Сегодняшний день долгожданный для многих, потому что, собственно, кульминация недели. Все уже готовятся отдыхать, однако, друзья, денек обещает быть очень насыщенным, потому что сегодня мы с вами будем разбирать данные по американскому рынку труда. Классический, всем известный релиз Non-Farm Parallels. 15.30 тоже традиционное время. Очень много отчетов в целом выйдет в этот же период, однако из всех прочих я предлагаю выделить динамику роста заработных плат. Почему? Потому что это, как вы знаете, индикатор будущего показателя инфляции. Инфляция влияет на позицию Федрезерва относительно процентных ставок. Да, многие уже устали, и я в том числе, о том, чтобы спекулировать на декабрьском повышении ставки. Это тема избитая. Но в то же время вы должны понимать, друзья, мы руководствуемся именно долгосрочными ориентирами. И если есть основания говорить о перспективах роста процентных ставок, и я бы даже сказал, с такой уверенностью, как мы это делаем, конечно же, мы должны ориентироваться на такие изменения в фундаменте. И должны изначально понимать, что насколько бы сейчас, вероятно, плохо бы не сложилась картина по доллару, может быть, появятся какие-то геополитические риски, все-таки доллар будет ориентироваться на декабрьское заседание. Будет понимать, что ставку повысит, а значит, придет поддержка. В связи с этим торговля по доллару и иене, это традиционный дуэт активов, которым мы спекулируем, остается в прежнем позиционировании. Я советую не сворачивать, друзья, с верного уже определенного пути. Мы будем покупать, сохранять длинные позиции, оставаться только в купле. И в целом по доллару и иене ориентиры не меняются. Мы периодически переписываем локальный максимум, то есть достигаем сопротивления, понимаем то, что условия не меняются, ставим сопротивление в качестве цели уже более выше лежащие. И в частности, по доллару и иене сейчас в качестве ориентира, я думаю, что мы вправе руководствоваться планкой 115. 200 пунктов до нее остается, не значит, что мы сделаем за довольно короткий промежуток времени. Однако, это вполне реальная цель. До конца 2018 года остается не так уж и много времени. Я думаю, что сворачивать с пути, особенно на финише, уж точно не стоит. В общем, друзья, 15.30 сегодня данные по Non-Farm Perils. Можете обратить внимание на количество новых рабочих мест. Кого-то больше заинтересует динамика по изменению фактически уровня безработицы. Меня интересуют темпы роста заработных плат. Если вы считаете, что это индикатор самый важный, тогда можете присоединиться ко мне. Я думаю, что не только ко мне, ориентироваться на этот показатель и ждать поддержки для доллара. Замыкать, собственно, день будет отчет Baker Hughes по количеству нефтяных терминалов. Каждую неделю, собственно, мы обращаем внимание на этот релиз. Каждую неделю нам удается констатировать прирост количества нефтяных терминалов. Но в моменте, в пятницу, особой реакции по нефтянке мы и не видим. Мы вопрос на засыпку, нужна ли нам сейчас эта реакция, потому что нефть снижается в соответствии с тем прогнозом и сценарием, который был определен. Я считаю, что ориентироваться на какой-то отчет точно не стоит, потому что все и без того складывается так, как нужно. На этой ноте давайте перейдем к рынку нефти. С большим удовольствием я это делаю, друзья. Потому что здесь не может быть никаких двухзначностей, не может быть каких-то альтернативных мнений. Все предельно ясно, предельно понятно и однозначно. Рынок нефти валится, снижается. Даже каких-то откатов более-менее опасных для нас, продавцов, мы не видим. Это тоже еще один сигнал в пользу того, что это самый настоящий нисходящий тренд. Не нужно с ним бороться, друзья. Не пытайтесь переиграть вот эту среду, которая сейчас сформировалась на рынке углеводородов. Не мудрите, действуйте по тренду. Рынок снижается и как минимум 70 долларов за баррель мы уж точно сделаем. Собственно, вчерашний день мы начинали примерно на отметке 74 доллара за баррель. Однако к концу торговой сессии улетели еще ниже, в частности 72,56 это лоу вчерашнего дня. Если мы проведем параллели с ценовыми значениями, когда мы не били нефтянку на таких уровнях, это было, напомню, чуть ли не в середине августа. То есть у нас уже такие месячные своего рода прецеденты. Долго мы стремились к этим уровням, однако сейчас вот под занавес 2018 года, как я уже отметил, считайте, это подарок нам, продавцам со стороны нефтянки. Это очень хороший подарок, потому что зарабатываем мы фактически каждый день на обуале нефтянки. Потенциал профита еще сохраняется. Я не знаю, где остановится, собственно, вот это медвежье ралли, но допускаю, что оно, скорее всего, будет продолжено даже после теста поддержки 70 долларов за баррель. Соответственно, ближайшая цель как раз данный рубеж 2,5 доллара. Конечно же, мы сможем сделать такую дистанцию, пройти ее без каких-либо особых трудностей. И также с большим удовольствием хочу поделиться с вами, лично я был удивлен такой серьезной статистике, таким серьезным цифрам, но они лишь доказывают то, что на рынке сейчас очень много фундамента, который используется трейдерами, чтобы, опять же, обвалить и бренд, и данный UTI. В общем, по данным Reuters мы сегодня вернемся еще к этому аналитическому агентству, потому что есть также новости по канадцу. Сейчас по нефтянке, по данным Reuters подбили они статистику, и получается, что ОПЕК, несмотря на то, что они говорят о том, что прежде всего ориентируются на договоренности и стараются не действовать сверх этих договоренностей, действуют, друзья, как это уже было подмечено нами не раз. Сейчас ОПЕК ведет двойную, тройную, либо сколько там еще сторон в этой игре, но очевидно то, что ближневосточный картель увеличивает производство гораздо более стремительными темпами, чем могут предположить даже оптимисты в плане продаж. Ну вот судите сами, верите ли вы или нет этим цифрам, которые представила Reuters, это тоже ваш выбор. Я считаю, что нет смысла Reuters сейчас что-либо преувеличивать, либо преуменьшать. Абсолютно объективное аналитическое исследовательское агентство, инновационное бюро. Так вот, только лишь за сентябрь-октябрь ОПЕК увеличил добычу почти на 400 тысяч баррелей. Это сразу же, скажем, обращение, можно так выразиться, к тем трейдерам, которые ждут 4 ноября, когда вступят в силу санкции против Ирана, якобы после этого тут же встанут на холд все производственные мощности, которые задействованы в рамках Исламской республики. И, соответственно, нехватка предложений со стороны данного государства станет причиной депицита предложения на глобальном рынке. Это ерунда, друзья. Ерунда, как аргумент, была изначально, сейчас, судя по тем цифрам, которые мы получаем, но элементарная математика говорит об обратном, то, что Иран даже в случае еще большего сокращения поставок производства в рамках данного государства не представляет ровным счетом никакой угрозы. Рейтерс – это только, точнее, ОПЕК одна сторона медали, у нас есть и другие производители, про Россию вообще не говорю. Я думаю, что вы все прекрасно понимаете, что Россия, в принципе, вместе с ОПЕК одного поля ягоды, и в целом такие же сверхпредложения где-то там уже давно были обозначены. Может быть, спустя какое-то время нам удастся найти информацию по тому, сколько реально добывается нефть в России. Но уверен в том, что добыча будет на гораздо более высоких уровнях, нежели чем говорят некоторые официальные источники. Соединенные Штаты Америки еще один игрок, его ни в коем случае не стоит недооценивать. В принципе, по приросту почти такие же значения. Правда, Соединенным Штатам Америки понадобилось чуть больше. С июля по октябрь, в общем, за этот период времени они также нарастили добычу на 400 тысяч, и сейчас добывают нефть 11,3 миллиона. Вопрос тоже риторических, тоже сейчас все-таки добывать больше нефти Россия либо США, я думаю, что, наверное, Соединенные Штаты Америки. Потому что я склонен, опять же, верить этим цифрам и считаю, что Штаты уже давно опередили, собственно, Россию по темпам прироста нефтедобычи. Поэтому резюмируем, у нас, как ни крути, но все равно вырисовывается довольно серьезный факт роста о предложении на фоне постоянных наших с вами разговоров о слабой мировой экономике. И это позволяет сделать, опять же, вывод о том, что баланса-то и не будет. И этот баланс, точнее, отсутствие этого баланса будет смещаться не в сторону того, что не хватает предложения, а в сторону того, что спрос и аппетит остаются на очень скромных уровнях и значениях. Поэтому, друзья, давайте дождемся 4 ноября. Посмотрим, да, вступит в силу. Это санкции против Ирана со стороны США. Это факт, ничего не изменится. Однако, на мой взгляд, все те, кто хотел свернуть свой бизнес с Ираном, уже давно это сделали. И что-либо серьезного в плане географических поставок и партнерских отношений, что-либо в плане изменений, не произойдет уже после 4 ноября. Все изменения уже случились. А значит, это предложение, которое я только что вам обрисовал, фактически, цифр, еще сильнее ударит, опять же, на весь рынок, станет достоянием, откровением и, может быть, более ясной картиной для большего количества продавцов. И, соответственно, друзья, ждем подмогу буквально на следующей неделе и, скорее всего, нам удастся действительно сделать 70 долларов за баррель. Рубль 65,72. Очень много и не раз мы уже с вами говорили о перспективах российской валюты. Они, в принципе, у нас остаются медвежьими. Мы знаем, что очень тяжелый месяц будет как раз ноябрь, который, в принципе, мы вчера уже с вами начали. Несмотря на разговоры о том, что Штаты могут сменить гнев на милость касательно санкций, это все лишь разговоры. Поэтому мы ждем нового витка финансово-экономических санкций. Может быть, конкретики не будет, я не знаю. Но, возможно, лишь анонс того, что новый пакет санкций вступит в силу хотя бы до конца 2018 года. Этого будет достаточно, чтобы еще раз удалить по инвестклимату и еще раз напомнить, почему же из российских активов так активно выводили средства, в том числе и зарубежные инвесторы. Ждем пресса на рубль и ждем, что таких сладких времен для рубля, как сейчас, мы, скорее всего, не увидим очень долго. Напоминаю тех, кто из вас все-таки сейчас думает действовать либо не действует по плане спекулятивной покупки валюты, либо начало полноценных спекуляций на рамке форекс, действуй, друзья, потому что потом будете жалеть. Рубль сейчас находится на уровнях, которые являются неестественными. Это значит то, что лишь одна активность СБ позволяет ему оставаться на текущих значениях. Посмотрите, что вчера случилось с нефтью. Сегодня мы в 10.00 ждем открытия российской биржи ММВБ и ждем, что рубль тут же протестирует 66, собственно, против доллара. Доллар иена 113.04. Отчасти мы уже в начале брифинга коснулись того, что происходит с американцем. С вашего позволения повторяться я не буду. Мы ждем сегодня сильный отчет по non-farm payrolls. Репетиция у нас прошла очень хорошо. EDP в среду порадовали. Цифры замечательные. Вчера у нас заявки на пособие по безработице. Здесь тоже сплошной прогресс и позитив. Да и плюс ко всему общий фундаментальный позитив был усилен еще и отчетами производственного сектора СМ. 57,7 это гораздо выше 50, который, как вы знаете, рубеж отделяет восстановление от рецессий. Ни о каком спаде мы не говорим. Более того, подчеркиваем то, что американская экономика все бодрее и бодрее. Это демонстрируют индикаторы, регулярно анализирующиеся нами. И плюс ко всему еще индекс разгона инфляции, который опирается и на активность потребителей, и на ожидания по росту доходов домохозяйства, по активности потребителей и по тому, что будет, собственно, занятостью в будущем с коррекцией именно на оптимизм предпринимателей и, собственно, самих рядовых потребителей. Все эти отчеты, все эти индикаторы на многомесячных максимумах, поэтому я лишь также предлагаю оплыть по течению. Не нужно с ним бороться. Доллар и иены, еще раз повторяю, друзья, даже если мы сегодня не получим достаточной поддержки для роста, уверен, заморозка и консолидация вблизи, вот сопротивление. Диапазон, хорошо, с 12-13, это явное доказательство того, что доллар готов переваривать весь негатив, который на рынок появляется, без каких-либо серьезных последствий в плане ущерба для своей стоимости, для себя. И при появлении достаточного позитива готов выходить на новую высоту. Не вздумайте развернуться, друзья, потому что также будет очень обидно, если рынок под закат 2018 года покажет хорошее, возможно, и новогоднее ралли, и в этом ралли вы не поучаствуете. Американский фондовый рынок восстанавливается для многих. Это динамика, которая может вести в заблуждение, это ловушка покупателей. Очень часто называют тенденцию таким образом, после серьезных потерь и агрессивных распродаж, которые в принципе с американской фондой случились еще неделю назад. Я, друзья, советую вам не торопиться с длинными позициями. Может быть, кто-то испугался выше из коротких позиций, но ничего страшного, будет еще возможности, мы их с вами используем, но не нужно разворачиваться, потому что позитив очень такой шаткий, есть две позиции. С одной стороны, это неплохой сезон или лучше, неплохая серия квартальных отчетов крупнейших IT-гигантов, собственно, США, но в целом настроения, как уже не раз доказывал американский фондовый рынок, очень быстро могут измениться. И стоит только отчитаться, даже компании банковского сектора плохо, как это было, к примеру, показательно с ДОЧ-банком, который обвалил две недели назад весь европейский фондовый рынок. То же самое может произойти и с американской фондой. Здесь я не выделяю какой-то отдельный индикатор, я говорю в целом и про NASDAQ, и про S&P, и про Dow. Мы с вами в последнее время непосредственное внимание обращали на USA30, это Dow Jones. В целом, считаю, что 2-4 тысячи пунктов мы еще сделаем, друзья, но конкретные уровни я вам дам чуть позже, новые точки входа, с которых стоит впоследствии приобщиться именно к коррекционной динамике. Европейская валюта против доллара 1.1412. Несмотря на то, что евро вырос, я также вас призываю не мудрить и не хвататься, скажем, за любое проявление довольно нестабильного и ничем фактически не подкрепленного в плане весомых оснований рамы. Почему европейская валюта растет? Потому что на рынке появились новости о том, что Англия снова близка к соглашению с Европейским Союзом. Но мы вчера с вами об этом говорили. Сколько раз уже такие новости на рынке были, однако все равно все упиралось в отсутствие прогресса по физической границе между Республикой Ирландии и Северной Ирландии. И компромисса по этому вопросу по-прежнему нет. Если нет, то можно говорить, что нет фактических соглашений. И вчера мне было удивительно наблюдать за тем, как рынок мечется, опять же, реагируя на любые новости, которые касаются Брэкзита. Сначала, вы помните, мы начинали день с комментариев Доминика Рааба, который представляет делегацию переговорщиков от Англии о том, что прогресс близок. Потом оказалось, что этой новости времени чуть больше, чем могло показаться на первом этапе. Соответственно, как только рынок осознал, что, в принципе, ничего нового-то и неизвестно никому, мы увидели быстрой распродажи британца. Потом эстафету перехватил Банк Англии. И опять же, то, что мы слышали от Банка Англии, на этом можно было бы продавать британца. Однако фонд все равно вырос. Почему продавать? Потому что Банк Англии четко дал понять, что по-прежнему рассматривают куда большую вероятность того, что ситуация по Брэкзиту будет довольно жесткой, и Англия выйдет из состава ЕС без сохранения доступа к единому европейскому рынку. А это значит, что при реализации такого сценария о повышении процентных ставок можно будет забыть. Был комментарий о том, что если все-таки соглашение удастся достигнуть, найдут компромисс, общий знаменатель, общий язык, как угодно, тогда и ставки будут повышаться. Но это не раньше середины 2019 года. Однако тут же Карни сделал ремарку, которая только что сказала, этот сценарий сразу же аннулируется, если дело пойдет по развитию событий жесткого Брэкзита. Напоминаю, друзья, то, что за всем этим шумом, обилием информации по Брэкзиту все равно скрывается серьезная проблема. И эту проблему не удается решить несколько лет. Не верьте в эти новости, потому что соглашение очень уже близко. Забудьте о дате 21 ноября. Не будет никакой сделки, никаких договоренностей к этому периоду. Готовьтесь к негативу с самого начала. Поэтому сейчас, когда рынок по британству вырос, вроде бы как создал хорошие возможности для дальнейших покупок, используйте лишь это ралли для того, чтобы найти хороший уровень для продаж. Потому что Брэкзит вернется снова серьезным негативом, обрушится на всех трейдеров. И я не хочу, чтобы это стало для вас неожиданностью. Все, друзья, по Англии крайне плохо. Не нужно искать позитив там, где его нет. Доллар канадец. Отметил я в начале брифинга, что со ссылкой на рейтерс у нас будет еще и комментарий по канадцу. В частности, благодаря рейтерс мы получили еще одну, скажем, позитивную новость в плане ожиданий того, что ставки будут повышаться дальше. И в частности, мы с вами торгуем канадцем против доллара. Это тоже классический период активов. Мы ждем снижения данной валютной пары. Но вот по рейтерс цель 1.28 – это в перспективе трех месяцев, и 1.25 они видят в перспективе года. Ну, на год мы смотреть, конечно же, не будем. Три месяца – это, в принципе, тоже очень далеко. Я считаю, что мы сможем добраться до уровня 1.28 – 1.27 чуть ли не через 2-3 недели уже. Сейчас доллар канадец активно снижается. Это то, что нам нужно, друзья. Хорошо, что рынок развернулся. Я надеюсь, что адекватность вернулась на площадки, и трейдеры стали правильно оценивать перспективы канадца с учетом последней статистики по ОВП, индексу цен производителя, решению по ставке, по справедливым комментариям. Банка Канада, которые были усилены еще и руководством Стивеном Полозом и Каролиной Вилкинсом. Соответственно, на этом фундаменте не расти, но по меньшей мере глупо. Сегодня у нас рынок труда по Канаде в целом нас ожидает хорошая статистика. И рынок труда Канады, я напоминаю, мы с вами используем так же, как и статистику любую по штатам, чтобы оценить вероятность повышения ставки. Соответственно, если данные сегодня не разочаруют, готовимся, так же, как и в машине Филизера, к еще одному такому действию до конца этого года, но готовимся заранее, друзья. То есть, сохраняя короткую позицию в целом по этому тандему активов и ожидая пару ниже текущих значений. Сейчас котировки 1.3071, но я думаю, что день мы завершим сегодня примерно в диапазоне 1.29-1.2950. Классно было бы, если бы с такими уровнями мы ушли с вами на выходные. По австралийцу пока все идет не так, как хотелось. Не дождались мы 0.70 и рынок в очередной раз помахал нам ручку, ушел выше. Что делаем сейчас? Не дергаемся, это как минимум, потому что у нас есть пара, которая демонстрирует схожую динамику. Это новозеландцы против доллара. Там у нас покупка и практически мы нейтрализовали весь рост по австралийцу. Вот по новозеландцу сейчас котировки 0.6676. Как только сделаем цель 0.6750, друзья, сразу же закрывайте позицию. Это более чем достаточно, чтобы, опять же, довольствоваться хорошим профитом. Не нужно будет стараться выжать из пары еще больше. Соответственно, как только выйдем из новозеландца, я думаю, что еще раз взглянем на перспективы австралийца. Но что-то подсказывает мне, что австралийца задолго до того, как новозеландец коснется этого уровня, уже развернется. Чем можно объяснить интерес к австралийцу на текущем этапе? Лишь данными по индексу цен производителей, которые являются своего рода индикатором будущей инфляции, 0.8% рост в квартальном выражении с 0.3%. Но не раз лично я уже видел эту статистику по индексу цен производителей, однако инфляция потом оказывалась очень плохой. Ну, в плане отсутствия оснований, прочных оснований для роста. Возможно, то же самое мы и увидим сейчас. Очень высоко забрался австралийец. Это совершенно ненормальный для него уровень, с учетом того, что происходит с Китаем. Поэтому думаю, что распродажи будут такими же агрессивными, интенсивными, как и рост в последних торговых сессиях. Поэтому ни в коем случае не разворачивайтесь и по этой валютной паре. Друзья, на этом, собственно, все. Хорошей вам торговой сессии, закрытия недели, замечательных выходных. Увидимся мы с вами в понедельник, как и всегда, в прямом эфире в 9.30 по московскому времени. Чтобы присоединиться к нашему эфиру, достаточно установить приложение на ваше мобильное устройство. По перископу и в поисковике там выберут, собственно, амаркетс. Когда только я нажимаю кнопку «Выйти в прямой эфир», вы получаете уведомления. И при желании тут же можете оказаться вместе со мной в одной комнате. Также записи доступны на нашем канале на YouTube. Большое спасибо тем, кто комментирует, оставляет, собственно, интересные вопросы. Большое спасибо тем, кто делится своим мнением. Ну и отдельное огромное спасибо тем, кто не ленится и находит пару секунд, чтобы поставить лайки. Большие пальцы. Друзья, хороших выходных. До понедельника. Продолжение следует...